Для детей, которые на лето остались в городе, сегодня в учреждениях образования проводятся разнообразные культурные, игровые, познавательные, образовательные и спортивные мероприятия в рамках проекта «Хэштег Лето в городе», которые организовываются уже второй год подряд. Все активности проходят прямо в школах, которые находятся в Московском районе. Одну из таких и посетила наша съемочная группа. В средней школе номер 24 для детей организовали интересный досуг во время летних каникул. Футбол, волейбол, интеллектуальные игры и многое другое, обеспечив при этом не только занятость, но и безопасность. В Московском районе города Брест в учреждениях образования уже второй год реализуется проект «Лето в городе». Если в прошлом году это было только для учащихся, состоящих на различных видах учета, признанных находящимся в социальном опасном положении, то в этом году привлекли и для других учащихся, и в том числе и учащиеся начальной школы. Поэтому каждый день у нас все школы разбиты по микрорайонам, микрорайоны на Востоке, Восток-1, Восток-2, Ковалева, Центр. Каждый день проводятся мероприятия в кустовым образом. Сегодня в 24-й школе у нас тоже пришли учащиеся из микрорайона Восток. Будут различные направления спортивные, игровые и так далее. К большой радости юных жителей Бреста каникулы продолжаются. Тысячи мальчиков и девочек сегодня отдыхают, набираются энергии и сил, подкрепляют организм витаминами. Процесс этот полезен и приятен, однако взрослым не стоит терять бдительность. Каникулы должны быть в первую очередь безопасными. Детей, во-первых, нужно слушать и слышать. Для того, чтобы их слышать, нужно с детьми общаться где-то наедине, где-то путем каких-то мероприятий и понимать интерес несовершеннолетних. А позже выстраивать ту цепочку, что необходимо нам и несовершеннолетним, чтобы интересы совпадали. Тем самым мы будем видеть и детей в учреждении образования в должном количестве. В рамках проекта с ребятами проводится ряд мероприятий, как спортивно-оздоровительной, историко-патриотической, досугово-развлекательной направленности, с целью приобщения несовершеннолетних к здоровому образу жизни. Кто-то из мальчишек и девчонок предпочитает провести летние каникулы дома, другие – в школе с друзьями, узнавая что-то новое. Дарья Гуга, учащаяся 11 класса, уже не первый год участвует в проекте «Хэштег лета в городе». Для организаторов это хороший знак, что все они делают правильно, раз учащиеся из года в год возвращаются и проводят свой летний досуг в школе. Я уже не первый раз участвую в этом проекте, и в том году мне очень понравилось, и я решила, почему бы не попробовать еще раз. То есть это очень увлекательно, у нас в городе проводятся очень интересные мероприятия. Каждый год новые мероприятия, новые события. Ты не знаешь, чего ты можешь ожидать. То есть в этом году у нас даже был концерт кип-поп-танцев. Это было очень увлекательно, я смотрела просто с восхищением, потому что разнообразные группы приехали с разных городов, каждый раз что-то новое. Я хожу по школам разным, и каждая школа предлагает что-то новое. Где-то мы обучаемся игре в волейбол, где-то проходят какие-то концерты и так далее. То есть нас занимают очень хорошо. В наше время почему-то думают, что молодежь не интересуется таким, хотя просто нужно найти подход очень хороший, подходящий к нам. Август через месяц в школу с новыми силами, желанием и, конечно, с воспоминаниями об участии в классном проекте «Хэштег лета в городе».